Наконец-то наступила весна. Прилетели птицы, зимовавшие в тёплых краях. Теперь уже всем слышно их весёлое пение. Они спешат построить гнёзда и поселиться в них. Писатель-натуралист Виталий Бианки посвятил рассказ таким птичкам-строителям, который называется «Мастера без топора». Загадали мне загадку. Без рук без топорёнка построена избёнка. Что такое? Оказывается, птичье гнездо. Поглядел я, и верно. Вот сорочье гнездо, как из брёвен, всё из сучьев сложено. Пол глины вымазан, соломкой услан. Посередине вход, крыша из веток. Чем не избёнка? А топора сорока никогда и в лапках не держала. Крепко тут я пожалел птицу. Трудно, ох, как трудно, поди им горемычным, свои жилища без рук, без топорёнка строить. Стал я думать, как тут быть? Как якурю пособить? Рук ведь им не приделаешь. А вот топор... Топорёнок для них достать можно. Достал я топорёнок, побежал в сад. Глядь, козадой полуночник на земле между кочек сидит. Я к нему. Козадой, козадой, трудно тебе гнёзда вить без рук без топорёнка. А я и не вью гнёзда, говорит козадой. Глянь, где яйца высиживаю. Вспорхнул козадой, а под ним ямка между кочек. А в ямке два красивых мраморных яичка лежат. Ну, думаю про себя, этому ни рук, ни топорёнка не надо. Сумел и без них устроиться. Побежал дальше, выбежал на речку. Глядь, там по веткам, по кусточкам ремес синичка скачет. Тоненьким своим носиком с ивы пух собирает. На что тебе пух, ремес? Спрашиваю. Гнездо из него делаю, говорит. Гнездо у меня пуховое, мягкое. Что твоя варежка? Ну, думаю про себя, этому топорёнок тоже ни к чему. Пух собирать. Побежал дальше, прибежал к дому. Глядь, под коньком ласточка-косаточка хлопочет, гнёздышко лепит. Носиком глинку приминает, носиком её на речке колупает, носиком носит. Ну, думаю, и тут мой топорёнок ни при чём. И показывать его даже не стоит. Побежал дальше, прибежал в рощу. Глядь, там на ёлке певчего дрозда гнездо. Загляденье, что за гнёздышко. Снаружи всё зелёным мхом украшено. Внутри как чашечка, гладкое. Ты как такое себе гнёздышко смастерил, спрашиваю? Чем его внутри так хорошо отделал? Лапками да носом мастерил, отвечает певчий дрозд. Внутри всё цементом обмазал. Из древесной труки со слюнкой со своей. Ну, думаю, опять я не туда попал. Надо таких искать птиц, что плотничают. И слышу тук-тук, 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 тук-тук из лесу. Я туда, а там дятел. Сидит на берёзе и плотничает. Дупло себе делает. Детей выводить. Я к нему. Дятел, дятел, стой! Носом не тюкай. Давно поди, голова разболелась. Гляди, какой я тебе инструмент принёс. Настоящий топорёнок. Поглядел дятел на топорёнок и говорит. Спасибо. Только мне твой инструмент ни к чему. Мне и так плотничать, ладно. Лапками держусь, на хвост обопрусь, пополам согнусь, головой размахнусь, с носом, как стукну. Только щепки летят до труха. Смутил меня дятел. Птицы-то, видно, все мастера без топора. Тут увидел я гнездо орла. Большущая куча толстых сучьев на самой высокой сосне в лесу. Вот, думаю, кому топор-то нужен, сучьи рубить. Подбежал кто со сне, кричу. Орёл, орёл, я к тебе топорёнок принёс. Разнял орёл крылья и кликочит. Вот, спасибо, парнишка. Кинь свой топорёнок в кучу. Я сучков на него ещё навалю. Прочная будет постройка. Доброе гнездо. Давайте и мы с вами построим гнёздышко для симпатичной птички. Для этого нам понадобятся обрезки цветной бумаги, бумажная тарелочка, клей, ножницы и фигурные дыроколы. Из цветной бумаги вырезаем тело птицы и крыло. С помощью фигурных дыроколов вырезаем цветы, тычинки, листочки и глазок. Из картона нарезаем полоски шириной 6-8 мм и длиной от 70 до 150 мм. Начинаем строить гнездо, как на фото. Для этого на бумажную тарелочку наклеиваем длинные полоски картона. Полоски наклеиваем хаотично, в любом порядке. Сверху наклеиваем короткие полоски и наше гнездо готово. Крыло птички выгибаем с одной стороны, придавая ему объём. Готовое крыло наклеиваем на тело птички, намазывая только с одного края. На головушку приклеиваем глаз и приклеиваем клюв. Из гофрокартона вырезаем два прямоугольника. Склеиваем их между собой и наклеиваем их сзади на тело птички. Таким образом, птица, сидящая в гнезде, будет выглядеть объёмной. На большие цветы наклеиваем тычинки. Украшаем цветами гнездо и наклеиваем зелёные листочки. Наше панно готово. Узнать о повадках животных и птиц вы можете, прочитав и другие книги Виталия Бианки, Максима Горького, Бориса Житкова и Евгения Чарушина. Продолжение следует...